МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! А подберем такой вариант, который бы устроил и пикник, и завтрак, и перекус той же скумбрии, не изменяя. А что? Отличная рыба! В 70-е годы прошлого века скумбрия стала объектом пристального внимания датских ученых. Они изучали рацион эскимосов в Гренландии на предмет практически абсолютного отсутствия проблем с сердцем и сосудами. Заключили, огромное количество скумбрии съедается, и, конечно, ее похвалили. Все дело оказывается в особом состоянии рыбьего жира. Кислоты омега-3, витамины D и B12 делают его невероятно полезным для сердечно-сосудистой системы. Даже в целях профилактики порцию-другую в неделю этой рыбы потреблять было бы неплохо. Однако в последнее время именно жирную рыбу обвиняют в высокой концентрации и всяческих неполезностей, разбавленных мировым океаном. Что делать? Как всегда, найти золотую середину. К примеру, такую. Рыба из осеннего улова весьма упитана, содержание жира до 30%, а весной ее жирность не превышает и 4%. А значит, весенняя скумбрия, как звучит весенняя скумбрия, может устроить и тех, кто за фигурой следит, и тех, кто последним ученым изложением доверяет, и тех, кто рациона без рыбных дней не представляет. К примеру, вот этот паштет из скумбрии, а можно взять и консервированную рыбку, и свежую отварить. Устроит начало нового дня, то есть сделает его вкусным, то есть и это может быть отличным завтраком. Паштет из скумбрии. Соединить филе скумбрии горячего копчения с творожным сыром, сметаной, приправой из корня, хрена, соком лимона. Посолить, поперчить, взбить. И не забыть добавить зелень. Лучше всего тимьян или укроп, а еще чеснок. Если, конечно, это не кажется вам чем-то из ряда, вон, особенно с утра. Хорошего дня! С вами была Жанна Соловьева. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok